Девушки отдыхают Девушки отдыхают Дети поели, посуду я помыла После того, как Рита заболела Я сам не свой Спасибо Ты нас спасаешь Жизнь вдохнула Давай, ты сегодня останешься Если ты хочешь Хочу Тетя Вика Черт Я сама Да, мои хорошие Тетя Вика, ты уже уходишь? И она нам сказку расскажешь Мои хорошие, мне нужно бежать Увидимся завтра, хорошо? Я вам прочитаю новости с кассеты К мужу моему приставала С чего ты взяла? Соблазняешь Насквозь тебя вижу Не получится Я не... Узнаю, убью У меня справка, помнишь? И никто меня не обвинит Все? Посмеялись и хватит Пойдем, я тебя домой провожу Пошли Фу А что это, Ритка, дверь не закрыла? Рита? 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 Пьяная она, что ли? Рита? 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 Милиция Скорая Люди? Люди? Так, надеяться Какой это у нас год? Март 1979 В своей квартире убита Маргарита Меркулова Возраст 32 года Кажется, я задушили Ой, боже ты мой Ну где ж тут начало-то? Вы собираетесь что-то вязать? М-м-м Так ведь уже скоро тепло Не поздновато ли? Ой, Артем, знаете, как быстро летит время? Не успеешь оглянуться, а за окном уже осень А, понял Вы мне на что-то намекаете Так Ните Задушено Злодей плетет паутину Да нет, ну просто Купила нитки на распродаже Не могу найти начало А, вот, вот Слава Богу Вот Вот Ну да Конечно, конечно Так Кто занимался у нас раскрытием? Ага, вот Старший оперуполномоченный Анна Андреевна Титова Подельчивая была Вот Соль Сахар попросишь Никогда не отказывала Ну и отдавать требовала Прям тютелька в тютельку Идентичная, значит Здравствуйте И вам Анна Андреевна Маргарита Меркулова Прописана здесь Вы обнаружили? Я Пройдемте, пожалуйста Пойдемте, пойдем Ну, Роза Ивановна Рассказывайте Жертву задушили ее же платком Полагаю Около восьми или десяти часов вечера Предварительно Как все случилось? Ну, я боюсь ошибиться Но убийцу Хозяйка Впустила в дом сама Судя по времени Это был кто-то знакомый Ну, или знакомая Значит, подозреваем И мужчину, и женщину У женщины Сил бы хватило? Сначала ее Сначала ее оглушили подсвечником Юра, что по твоей части? Ну, ничего особенного Но хочу обратить ваше внимание На Идеальный порядок Смотрите Да Каждая вещь на своем месте Идеальный порядок Тетелька Пахнет Пахнет Одеколон Да Этот же запах Я обнаружил на поверхности стола И на наличниках Смывы я уже взял Думаете, убийца Протер после себя все Одеколоном? А почему бы и нет? А это что такое? Саватеева Виктория Львовна Ни курортологии Рита Эй, эй, эй Кто пустил? Риточка Юра Муж Риты Это я ему позвонила А вы что Тут не живете? Рита была психически больна Временно мы жили раздельно Психически больна? Сейчас я вам все объясню За год до убийства Младшая дочь Маргариты Алексея Заболела менингитом Девочка была при смерти Впала в кому Умерла? Нет, нет, нет Выжила Но для матери Это стало большим потрясением Маргарита попала В психиатрическую больницу Но вы сами знаете Попасть в такое место Это уже штамп Да, на самом деле Определение психиатрии Болен или здоров Да, это не грыжа Не кори Не близорукость Тут гораздо Все тоньше Наши с вами рассуждения Для дела полезны? Ну, посмотрите Пока вам важно знать Что когда Маргарита выписалась Она сама пожелала Она сама пожелала жить отдельно Не хотела навредить детям Наблюдалась у психиатра Приблизительно Раз в две недели Я очень надеялся Что она придет в норме А где наблюдалась? В нашем психдиспансере Скажите, пожалуйста А вот этот вот весь Идеальный порядок Это как-то связано С ее психическим состоянием? Непосредственно Рита была помешана На порядке И математике Могла перемножать Шестизначные числа в уме Да вы что? Прям шестизначные? Такое И в столбик страшно У Риты Были гениальные способности Уникальная память Вернемся к показаниям Скажите, а где вы были вчера вечером? Дома с детьми Днем, когда я на работе С ними находится сестра Риты, Виктория Вечером я Это она? Да, это Вика Шарфик на шее Принадлежал вашей жене? Рита носила его Чтобы вскрыть шрам Прошлым летом Она Пыталась Повеситься Вот как? А Осмотритесь, пожалуйста Может, что-то пропало Золотые шкатулки Цепочка С кулоном С кулоном Кольцо С розовым камнем Серьги И монета Монета Редкая? Пять рублей Царские Золотые В серванте лежат Рита Шила для них Мешочек из бархата Мешочек из бархата Скажите, а Виктория, сестра Маргариты Она сейчас где? На работе? Да До двенадцати Она на полставки В ней работает Да уж Сбылась мечта Саватеевой Нет сестры Место свободно А уж Как она мечтала Алексея захомутать Тебе кипяточку еще подлить? Не нужно И хоть бы ж слезиночку проронила Ты знаешь Мне грешным делом показалось Ну Когда она про Риту узнала Прям вся так и засияла Я и не удивляюсь Прошу прощения, девушки Что прерываю ваш разговор Вы кто такая? Да еще и в обуви Кто вас Пустил? Мне нужна Виктория Саватеева Она буквально перед вами ушла Да-да Как только про Риту узнала Что убили Сорвалась и к племяшкам побежала Девчонки Мне нужна ваша помощь Я чисто случайно услышала Как вы обсуждали отношения Виктории с сестрой С такой сестрой Врагов не надо Даже так? Вы себе даже не представляете как Как там племяшки? Справляешься? Они меня уже чуть ли мамой родной не считают А Маргариту кем? Алексей тебя небось уже считает женой Была бы моя воля Я бы Риту на пожизненную психушку отправила Ясно Значит, Виктория имела виды на Алексея Еще какие А теперь Ритка-то им руки развязала Вот посмотрите Не пройдет и полгода Как они в ЗАГС побегут Да Я от вас позвоню? Конечно, конечно Иван Валентинович Жду вас через полчаса возле подъезда Меркуловых И что, сильно ссорились, да? Да, кашемар, кричали на всю улицу А вы в какой квартире проживаете? В 36-й Добрый день Здрасте Это Альберт Петрович Сосед Меркулова Вчера вечером он видел, как сестры ссорились Во сколько это было? Ну, часов в семь, полвосьмого К мужу моему приставала С чего ты взяла? Соблазняешь Я тебя на спас вижу Не получится Я не... Узнаю, убью И никто меня не обвинит У меня справка, помнишь? Все? Посмеялись и хватит Пойдем, я тебя домой провожу Пошли А потом обе, как ни в чем не бывало Почемчиковали на остановку Значит, вдвоем Ну, спасибо Спасибо Сестра была для меня всем Мы понимали друг друга с полуслова А вот мне известно другое Вы очень хотели заполучить ее мужа Смерть Маргариты вам выгодна Кто вам такое сказал? Я столько сделала для нее Для девочек Для Алексея Заменили им маму А ему Жену Не надо так Я для обоих стала жилеткой для слез Часами Я выслушивала сумасшедшим Я выслушивала сумасшедшие бревни Риты Утешала Алексея А вчера вечером вы где были? Сначала тут Сидела с девочками Ушла где-то в семь А потом? Встретила Риту внизу Она, как всегда, караулила меня у подъезда Вы поссорились с ней, да? Какие там ссоры? Покричала и успокоилась Я в восемь была уже дома В своей квартире обнаружена мертвая Маргарита Меркулова Женщину задушили ее же платком Муж убитый сообщил Рита страдала психическим расстройством С недавних пор Жила отдельно от него и двух дочерей Во всем семье Риты помогала ее сестра Виктория Следствия выясняют Виктория хотела занять место сестры в ее семье И Рита об этом догадывалась В вечер трагедии сосед видел, как сестры ссорились А затем Виктория пошла провожать Риту А нам известно, что вы поехали ее провожать Я довела ее до подъезда В квартиру я не заходила Кто это может подтвердить? Не знаю, никто То есть алиби у вас нет А вот мотив есть Придется вас задержать А ведь правда у сестры был мотив Почти готовая семья Племянница, так понимаю, она любила Успешный муж Квартира, машина Вы думаете, зависть? Ну а что, вполне распространенный мотив Ну это даже Это даже не зависть Ведь она же выполняла Все обязанности Жены и матери А статуса такого не имеет Людям ведь в голову не залезешь Талантливым психиатрам это удается? Профессия у них такая изучать Что творится у людей в голове? Хотите сказать, что опера Пошли в клинику Да, сейчас бы они Никакой информации Не получили Ну, в те времена Конфиденциальность психиатрии Была весьма относительной Так что Разговор с лечащим врачом Интересно, что Рассказал этот лечащий врач Ну, так Уже руки устали Как слетали, Игорь Петрович? Я еще позавчера прилетел Так я только сегодня заступила И как там столица? Да как всегда Шумно, суетно Ой, а мы с девчонками Статью про вашего сына прочитали Евгений Фомин преодолел Сложнейший маршрут по Южному Богу И занял первое место В весеннем турнире По водному туризму Ух ты, можно? С возвратом Берите, берите И супруге покажете Игорь Петрович Похоже, это именно тот, кто нам нужен Игорь Петрович? Да, я Добрый день Мы можем с вами поговорить? Добрый Конечно Пройдемте мой кабинет Присаживайтесь, пожалуйста Сын? Да Уже много лет увлекается водным туризмом Ходит на байдарках, каяках Простите, на чем? Это лодки такие У меня брат много лет греблей занимался Сумасшедшие люди Так вы, собственно, по какому вопросу? Убита ваша пациентка Маргарита Меркулова Не может быть Рита? Она была у меня буквально позавчера Как раз в тот день, когда вы вернулись Да А откуда вы знаете? В регистратуре услышали А, ну да Ну да Она была у меня позавчера в Семнадцать часов А как? Что случилось? На ее напали? Убили в собственной квартире Ай-яй-яй Бедная девочка Я за ней наблюдал с четырнадцати лет Она была настоящим вундеркиндом Да, муж Маргариты рассказал нам о ее способностях Муж? Пока ее одноклассники корпели над интегралами Она освоила теорию чисел Ей прочили блестящее будущее Известно, что гениальность зачастую граничит с безумием Исаак Ньютон, по мнению некоторых исследователей, страдал от шизофрении и биполярного расстройства Из-за частых перепадов настроения с ним было крайне сложно общаться Странности замечались и за гениальным изобретателем Николой Теслой В колледже он решил прочитать Вольтера Первый том молодому ученому категорически не понравился Однако он взял и прочел все сто томов Тесла легко запоминал огромные тексты и цитировал слово в слово целые книги При ходьбе он подсчитывал шаги, а за столом вычислял объем супа в тарелках, количество съеденных кусочков и выпитых чашек кофе Гром грянул после Олимпиады по математике У Риты случился нервный срыв Да, Олимпиада дело серьезное Олимпиада здесь ни при чем В это же время из дома ушла ее мать Бросила дочь? Не знаю, бросила или пропала Суть в том, что Рита проходила полгода в смирительной рубашке Постойте, а как Джина вышла замуж? Одеть Молодой человек, не путайте маниакально-депрессивный психоз с шизофренией Я же не специалист Ну да, ну да А через полгода ее состояние стабилизировалось На долгие 15 лет Она окончила школу, потом институт А в прошлом году все вернулось Дочь была при смерти Да, Рита не выдержала У нее был страшный психоз И, к сожалению, необратимый Я так понимаю, у вас с Маргаритой были доверительные отношения Возможно, вы знали о ней больше, чем муж и сестра Да, пожалуй Скажите, а с кем она проводила время? Что рассказывала? На что жаловалась? Она боготворила детей, мужа Ну, как вы знаете, жила от них отдельно Да, чтобы не подвергать риску детей Да Но в последнее время она вела себя безукоризненно Я думаю, старалась показать, что у нее улучшения Ну, рассказывай Чем сейчас занимаешься? Я вплотную занялась страхованием Любопытно А вы знаете, сколько по статистике пожаров О несчастных случаях? Вы даже не представляете Ну, почему же? Я застраховала квартиру, свою жизнь Леша сделал страховку на девочек Вы тоже попробуйте Значит, она в последнее время общалась со страховым агентом Да Да, все нахвалила какого-то парня И имени спрашивайте, я не запомнил Ну, говорила, что толковый человек А вы знаете, а ведь страховые агенты ходят по домам и заключают договоры с хозяевами в квартирах Да? Я не знал Да Так, вот что Я завтра с утра к соседям убитой Выясню про страховщика А я? А вы к мужу Там в договоре страховки должна стоять фамилия страхового агента Понял, я тогда от мужа сразу в госстрах Все разу знаю об этом работничке Сыны вам нет, Иван Валентинович Это просит Приходил такой парень И ко мне И к сапникам на пятый этаж И к Маргарите заходил Как зовут? Миша Все, знаете, глазами по моему серванту На мой хрусталь пялился Выспрашивал Одна живу или нет? Чересчур любопытный? Ой, не то слово Втирался в доверие, значит А в последнее время к Маргаритке так зачистил А как часто он был у нее? Раза два в неделю, не меньше Что-то вы к нам зачастили, Миша Кто там? Это Миша Спасибо вам за информацию Добрый день, Анна Андреевна Добрый день, Иван Валентинович Что-то выяснили? Да, ездил с утра к мужу Меркуловой А оттуда в госстрах И вы знаете, я уже серьезно задумываюсь о том, чтобы... Чтобы что-то застраховать? А почему нет? В 1918 году особым декретом первого советского правительства Госстрах стал монополистом в СССР Здание страхового общества России на Лубянке передали НКВД В те годы по Москве ходил анекдот Один прохожий спрашивает другого Указывая на здание НКВД Не подскажете, госстрах находится здесь? На что следовал ответ? Госстрах за углом Здесь госужас 28 апреля 1942 года Из Мурманска вышел английский крейсер «Эдинбург» С пятью тоннами золота на борту Этим золотом советы расплачивались с США По программе «Лэнд Лиза» Слитки застраховали в госстрахе Однако 30 апреля судно потопило немецкая подводная лодка И только благодаря страховке Госбанк СССР в полном объеме рассчитался с США за военные поставки Представителем госстраха на местах являлся страховой агент Он заключал договоры страхования с гражданами и предприятиями Преимуществом работы был свободный график И приличная по советским меркам зарплата При выполнении плана в городской местности Страховщик получал порядка 180 рублей В районах Крайнего Севера 300 Это очень интересно А про страховщика что-то выяснили? Да, конечно Михаил Колесник 26 лет Проживает с матерью вот по этому адресу Поехали Так он что, спит еще? Поздно пришел? Да нет, он до 4 утра книгу читал Я ему говорю, глаза береги Обижается Миш Миша Мишенька К тебе из милиции пришли Мишенька Да что случилось? Убита Маргарита Меркулова Рита? Вас попрошу выйти Скажите Когда вы последний раз ее видели? До дня 2 назад А точнее? 26 За день до убийства Зачем встречались? Я отдавал ей старый телефонный справочник Для чего? Не знаю Анна Андреевна Ух ты Царская пятирублевка И почему-то я не удивлена Маргарита мне это подарила А за какие такие заслуги? А я выполнял ее поручение Фотографировал тормозные остановки Потом проявлял Снимки ей отдавал Странное поручение О чем еще она вас просила? Еще Еще я переписывал фамилии жильцов На домах Адреса которых она мне давала Вот эти? Зачем? Не знаю Хотя Она как-то обмолвилась Что хочет разгадать Как пропала ее мать Хорошо Допустим вы ей помогали Но Ваши услуги Ну никак не тянут На такую щедрую оплату Давайте-ка собирайтесь Куда? С нами До выяснения Но Михаила К вечеру Отпустили Да Его алиби Подтвердили друзья С которыми он Вечер убийства Ходил в кино Понятно А что это за странные поручения Которые давала ему Маргарита И еще так щедро За них платила Она что действительно Всерьез взялась За поиски матери? Нить рассуждений Верная Ага Вот Вижу Так Титова подняла из архива Материалы Об исчезновении Зинаиды Саватеевой Матери Маргариты Женщина пропала 29 апреля 1964 года По свидетельству матери Сказала что идет к подруге А по свидетельству подруги Зинаида собиралась Ночевать у мужчины О котором никто не знал Ну в 60-х годах Понятия о нравственности Очень отличались От сегодняшних Тогда женщина Скрывающая от родных Свои отношения Это в порядке вещей А Благодатная почва Для преступника Для преступника Который Знает тайны этой женщины Ой Мне эта нитка Кажется Тонковатая Нет По составу Ничего Но Боюсь Может растянуться Так что мать не ушла А пропала Что вы думаете об этом Иван Валентинович А какой там год 64-й Помните старый блокнот В ящике С красной обложкой Да Там на передней странице Я точно помню Было написано 1964 Думаете Между убийством Маргариты И пропажей ее матери Есть связь А давайте Еще раз осмотрим Квартиру Что-то вы Зачитались Иван Валентинович А Блинчики с мясом Жульен Голубцы Да это я так Что у вас А у нас тут стихи Про весну Любовь Видимо Собственного сочинения Стой А вот это Похоже на какой-то шифр Начитались Шпионских романов Это Размеры обуви дочек Список покупок На Новый год А это 29 апреля 64-го Сегодня буду ночевать У него Жена уезжает Он мой на всю ночь В его доме есть Гастроном Только там продают Самые вкусные Тарталетки Я достала Палочку Московской Пойду к нему Не с пустыми руками Ему едет 18 марка Трамвая В деле О блокноте Ни слова А здесь Только подсказок Угу Если бы В 64-м году Он попал В милицию Можно было Вычислить Где Зинаида Собиралась Провести ночь Ну может быть блокнот Тогда где-то затерялся А Маргарита его нашла И начала Расследовать А учитывая ее Аналитические способности Она должна была Подойти к этому С какой-то системой Смотрите Колечко От гвоздя Отцепилось Да На нее это не похоже Она была Педантичной До мозга костей Ага И я о том же Давайте Отодвинем столик Давайте Он живет на последнем этаже Логично Если из его окон Видна телевышка Встретиться с тетей Ниной Тетя Нина Это подруга матери Нина Табачник Она фигурирует в деле Тетя Нина Сказала Самые вкусные Тарталетки Продавали В магазинчике Напротив сквера Космонавтов Вот этот дом Проспект Гагарина 16 Получается Маргарита Нашла любовника Своей матери Кстати Он бы мог Пролить свет На ее исчезновение А если Она не пропала А если Любовник Ее убил А когда Понял Что Маргарита Его раскусила Порешила Ее Резонно Так Нужно изучить Списки Жителей Которые Переписывал Михаил А Смотрите Список Фамилии Дома Номер 16 Да Но мужские Фамилии Мне Ни о чем Не говорят Дайте вам Неточку Нет Не надо Я кажется Уже догадался Фомина Татьяна Так Так Знаете Кто она Жена Психиатра Игоря Петровича Фомина Не плотно Намотала Боюсь Боюсь Будет Разматываться И путаться Путаться Будет путаться Ничего Да Проходите Пожалуйста Ну какая Любовница Я верный муж Я не изменяю жене А балкончик То ваш Не отвертитесь Игорь Петрович Ну да Допустим Ну и что Чего же вы так Отпирались Я ждал Зину В тот день Но она не пришла Позже я узнал Что она пропала Расследование шло А вы Спрятались В кусты Как трус Признаться Что мы Любовника Было бы Огромной Глупостью Я бы был Первым Подозреваемым В убийстве Да и сколько Мы с той Зиной Встречались А ваша жена Знала о ней Жену Только не трогайте Она в тот день С сыном Поехала К моим родителям В пригород Все Вопросы еще имеются Пока нет Но я не гарантирую Что это наша Последняя встреча В своей квартире Обнаружена мертвая Маргарита Меркулова Женщину задушили Ее же платком Рита самостоятельно Занималась Расследованием Исчезновения Своей матери Которая пропала 15 лет назад Врач-психиатр Игорь Фомин Был любовником Зинаиды Матери Риты В тот день Когда Зина ушла И не вернулась Она собиралась К Фомину Врач много лет Лечил Маргариту Меркулову У них были Доверительные отношения Подозрение Падает на врача-психиатра И его супругу Но Фомин Все отрицает Понаклеил Зараза Докторишка В Израиль Собирается Зараза Тут ему значит На все наплевать А туда На новенькой Едет Непорядок Знаете что Тут у нас один Своими объявлениями Загадил весь дом Продам гараж Три на шесть Обращается Игорь Петрович Это же наш психиатр Минуточку Минуточку Значит так Для этих самых объявлений У нас есть специальная доска Так нет Он Сюда все нацепил Да еще С образованием А я смотрю Вы не очень то Его любите А за что же мне Его любить Гаденький он А что он вам сделал Ну во первых Нездоровается Во вторых Машину ставить На полисадник А чего Нездоровается Ну Это у нас Дом Еще с тех времен Когда он мне Стены оботрал Стойте 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 Собаки Данилович Ты чего Ты что творишь Я вчера Все стены В подъезде Покрасил И все Насмарку Держи Компенсацию Поехали А это Давно Было Ой Давно Давно Позвольте Спросить Вы не Фаина Борисовна Внучка Нет Я из Милиции Ой И Фомин Собирается Эмигрировать Можно? Да Знаете Что это? Что? Это каяк Вернее его каркас В разобранном виде Это которым Фомин с сыном Поцарапал стены Подъезда? Ну да Только вот Зачем он эту дуру Дома собирал? Непонятно Она же в длину Метра два Действительно Так Завтра утром Перед работой Заеду с дворником Поговорю Дочка Я сам удивляюсь Как они могли Такую бандуру Спустить с пятого этажа А когда это было? Шестьдесят четвертый год Помнится В том году Первого мая Мы дочке свадьбу играли Еще Бабки с удачами Мая значит Мается будет Ну и как? Мается? Так оно и есть Мается С этим алкашом До сих пор Спасибо До свидания До свидания В чем вопрос? Покупай Так я не понимаю Смотровой Иди ты Хозяин говорит Его подтопило Он и засыпал Поэтому дешево Продает Взял бы Так Женка хочет Картошку На зиму прятать Это вы за гараж Фомина? За него Цена Сказка А ямы Нема Как говорится И ходится И колется А у других С ямой как? У Семеновича есть Но он не продает Странно Так А Аня Скоро будет? Да по идее Уже должна быть О Легка Напоминя Привет Привет Давно ждешь? Что у тебя? Я вычислил Запахи Из квартиры убитой И? Это запахи Засвежающих Салфеток Аэрофлота Убийца Протер Следы своего Пребывания Влажной салфеткой Вот почему Не осталось Отпечатков пальцев И вы так Спокойно Об этом говорите Ух Ну а что тут такого? Да влажная салфетка Вы вообще Представляете себе Что это была за диковинка? В магазинах вообще Такое не продавалось Нет Это я понимаю Я имею ввиду Освежающая салфетка Аэрофлота Да То что раздавали на транспорте Пассажира Никогда не оставляли Ну да Ну да Сахарок С железной дороги Ай не смейтесь Пластмассовые стаканчики С самолетом Хотя стюардес Требовали их Возвратить Запакованный Бутерброд По-аэрофлотски Знаете что это такое? Нет Ой Круглая Не до конца Надрезанная булочка Внутри которой Кружочки колбасы И огурца И конечно Освежающая салфетка А если бутерброд не съел Зачем же салфетку тратить? Так давайте 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 Аккуратнее А кто у нас Недавно куда-то летал? Фомин Иван Валентинович Нам нужна санкция На обыск квартиры И гаража Фомина А что Есть основания? Смотрите 15 лет назад Отец и сын Фомины Спускают собранный каяк Аж с пятого этажа На следующий день Когда пропала Мать Маргариты А сейчас он Срочно продает гараж Ну понятно Что в связи С отъездом в Израиль Но Смотровая яма В гараже Зарыта А почему? Ну вроде как В связи с подтоплением Но почему-то У соседа Такая же яма Цела А зачем вам столько салфеток? Это удобно И гигиенично Я не понимаю А в чем дело? Это из-за того Что мы Эмигрируем? Нет Не из-за этого Это из-за убийства Маргариты Меркуловой Кого? Я такой первый раз слышу Езю мать И ваш муж Были любовниками Прекратите Это аморально Зинаида пропала 15 лет назад 29 апреля 64 года И тот вечер Предположительно Она провела С вашим мужем В этой квартире Ты во что Меня впутал? Ты ставишь Под угрозу Будущее нашей семьи Зайка Они меня обвиняют В черте в чем Ну давайте Ищите Выискивайте Вы еще здесь не смотрели Ключи от гаража Дайте Пожалуйста Дай им ключи Пусть ищут Я сама с вами пойду Очень интересно Что вы там найдете Иван Валентинович Я на осмотр А вы привезите На допрос сына Здравствуйте Фомин Евгений Игоревич Да, это я Вам придется Проехать со мной Говорю вам Здесь нет ничего Бесполезная затея Мой муж Порядочный человек Татьяна Наберитесь терпения Нашел Что он нашел? Вот Человеческие останки Ой-ой-ой За что? Господи Господи То есть Мотив Сокрытие любовных Связей на стороне Вас не очень устраивает Ну Всякое бывает Но Как-то Фомину Это не очень Клеится Риск Выше цели Цена вопроса Столь высока Да Какие серьезные Упали? И умерла? Да А вот Ваш сын Нам рассказал Совершенно другое Женя Пятнадцать лет назад Двадцать девятого апреля Без вести пропала Зинаида Саватеева Какое это отношение Имеет ко мне? Тридцатого апреля В пять утра Свидетель видел Как вы с отцом Из квартиры Выносили каяк Мы предполагаем Что вы вынесли В нем Труп Отвезли лодку В гараж Труп Бросили в смотровую яму Вчера вечером Эксперты Обнаружили Эти останки Это Зинаида Саватеева Вам плохо? Дайте воды Я не специально Она просто Неудачно упала Расскажите Как все произошло В тот день Мы С мамой Поехали к дедушке На вокзале Поняли, что Забыли кое-что Из подарков И вы Вернулись Да Решили, что мама Поедет А Мы с папой Приедем на следующий день Она мерила Мамину одежду Я не знаю Почему Я подумал Что это воровка А ну не трогай Зина Что ты наделал Сволочь Привел любовницу в дом Я же после этого Сразу же к бабушке переехал Не смогли жить В этой квартире Что теперь будет Меня посадят в тюрьму Успокойся Все будет хорошо Ты меня слышишь Избавимся от тела И никто Ничего Не узнает Ты понял В каяке мы Донесли тело Этой Женщины До машины Дальше вы знаете Зачем вы втянули В это моего сына Он не виновен Это все я Рассказывайте Как Маргариту убили Когда Рита ушла из дома Она стала жить В старой квартире Разбирала вещи И наткнулась на записи матери И на ее фото С вашего балкона Стала расследовать Какие у нее Аналитические способности Вы прекрасно знаете Они великолепны И она практически Подобралась к вам Я уверена Мама не пропала Он убил ее А почему ты так думаешь А может этот человек Совсем не виновен Я все просчитала Ровно в 4 часа дня Она вышла из дому Максимум за полчаса Она к нему добралась А ты не думала Может на нее кто-то напал По дороге Исключено Было светлое время суток С вероятностью 98% Ее тело спрятали Зачем? Чтобы скрыть Их отношения Я найду его И убью А меня признают Невменяемой Я думал Она нападет на меня Или на жену И наш выезд В Израиль накроется Просто медным тазом Заходите Я как раз Вычисляю квартиру Этого мужика А? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, сколько веревочки не видится, а конец будет Ну да, Маргарита распутывала историю исчезновения своей матери и как и вы не могла найти начало Ой, Артем, ну вы все время видите какую-то иносказательность, намеки, да просто нитки Ну да, ну да, ну да, нити ариадны Ладно, расскажите, что с ними стало? Фомину дали 15 лет, а вот сын его оправдали Мать наняла для сына очень хорошего адвоката Ну, конечно, вызов Израилем запретили, но они все равно уехали в начале 90-х А муж Маргариты и ее сестра? А, да, а они поженились Виктория удочерила племянницы и воспитывала их как своих детей Сегодня сюда мало кто заходит Этому архиву много лет, и он почти забыт Но зря Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были Пришло время поднять эти уголовные дела Это для вас особый случай Доброе утро, Михалыч Ключ от приемной А не дам Ой, нет сил для шуток А я и не шучу Начальник твой в кабинете ночевал Там открыто Понятно Михалыч, не знаешь, в буфете уже есть эклеры Какие эклеры? Зря Сладкое улучшает настроение Настроение, настроение Шалава Привет Привет Ты что, плакала? Держи, придержала тебя Что случилось? Ну говори Степка мой опять начался, как свинья Всю ночь концерт устраивала Сил больше нет Бросила бы ты его уже Да жалко мне Нормальным парнем был Вот именно Был Да не обращай внимания Ей легко говорить Как обычно Как обычно Пожалуйста Кожи Кожи Катч! Это не я! Это не я! Я пришла, он мешал! Это не я! Это не я! Киев. Осень 52-го года. Ранним утром. Машинист Каракомского начальника обнаружил труп шефа. Нет, а он? Угу. Василий Середюк, 44 года, начальник отдела транспорта и связи. Ой, горло перерезано опасной бритвой. Вот. И обратите внимание на описание места преступления. Так, на столе открытая бутылка шампанского, Абрао Дюрсо. Не рановато ли для утра? Плитка шоколада, банка камчатских крабов, два бокала. От тела жертвы исходил аромат одеколона шипр. Ага. Свидание на рабочем месте? Угу. Похоже на то. Доброе утро, Варя. Доброе, Кладдия Ивановна. Я так и знала, что вы приедете. Тут особый случай. Вот. По горлу прямо здесь, в райкоме. Видите? Время смерти известно? Да. Трупное окочнение появилось только в конечностях. Но убит, думаю, где-то около трех часов назад. Так. Это что, приблизительно в шесть часов? Хорошо. На работе были единицы. Вань, пойдем-ка в кабинет. Посмотрим, что. Андрей Геннадьевич, ты чем порадуешь? Здравствуйте. А вы что здесь делаете? Мне нужен старший группа майор Кажан. Я майор Кажан. А вы кто? Женщина. Я Табуев, председатель райкома. Что тут у вас? Это у вас убийство. И не только убийство, но и ограбление. Сейф открыт. Знаете, что там было? Часы, слава, наградные. С гравировкой к 35-летию Октябрьской революции. Десять штук. Грамоты. Три тысячи сторублевками. Бухгалтерия премию приготовила. С кем мог выпивать убитый в шесть утра? Ну, я не знаю. Сторже спросить надо. Спросим. Это не трогать. Информация не для всех. Середюк занимался ценными грузами. Тут тоже, если что надо, спрашиваем. Скажите, убитый был женат? Ну да. Клавдия Ивановна, можно вас? Тогда спросите, пожалуйста, у сторожа. Как ему любовница убитого? Судя по всему, женщина фигуристая. Это что? Это тут было? Что это? Белье чехословацкое. Четвертый размер. Да. Такую сторож точно заметил бы. Я сейчас, я сейчас его приведу, я его сам спрошу. Что по орудию убийства? Пальчики есть. Марка бритвы? Поющая. Поющей в народе называли только одну бритву. Немецкий Золенген. При бритье она шла легко, издавая при этом поющий звук. Золенген в первую очередь ценилась за остроту лезвия. Такой пользовался Сталин. Он предпочитал бриться самостоятельно. Ближе к смерти вождя стали брить парикмахеры. Правда, использовали при этом безопасный станок-жилет. Вот. Это что? Это нашли в кабинете убитого на подоконнике. Вот это. Ну и что это? Так в 50-е годы выглядели пудреницы. Значит, ночная гость и забыла там пудреницу. Ну, честно говоря, особых проблем не вижу. Вычислить любовницу, снять пальчики от тебя и убийца. Ох, не торопитесь, не торопитесь. В этом деле обнаружили и мужской след. От импортных ботинок, британских военных, на полу, рядом с тропом. Ну, так мало ли кто наследил. Ну, нет, нет, нет. Уборщица еще накануне поздно вечером хорошенько помыла полы. И в приемной, и в кабинете. Так что лишних в этом деле следов нет. Назико, а ваш начальник часто оставался работать ночью? Часто, не знаю. Раз в неделю оставался точно. А от чего это зависело? Вчера собирался домой, а потом резко передумал. Из-за чего? Я думаю, это как-то связано с вчерашним посетителем. Каким посетителем? Бессоремонно. Вы кто? Вам, вам туда, вам туда нельзя, мужчина! Вы записаны? Назико, это ко мне, не волнуйся. Я позвонил, его пропустили. Угу. Товарищ Середюк, а что это вы на звонки не отвечаете? Ты не перегибай. Не рискуй делом. Один звонок и... Назико, сделай, пожалуйста, чайку. Два. Хотя, не надо. Уже поздно, время. Иди домой. Я сам. Я первый раз видела, чтобы шеф с кем-то так возился. Какао? Прошу вас, не надо. А дальше? Дальше что? Ушла. Прихожу утром, актер говорит, ключи не сдавались, шеф в кабинете и... Там я его и застала. Шеи порезаны. Скажите, а среди частых посетительниц вашего шефа была некая женщина с четвертым размером груди? Я... Я не понимаю, зачем вам это? Я Раиса Корзниенко. А можно без посторонних? Уйдите. Мне председатель сказал сюда прийти. Я делопроизводитель. Когда нашли труп, я тоже там была. Я помню. Не сейчас. Погодите. КОПАА escola Пусть головы... Ад pr supplements уже не пянули. Я не помню себеaper. Скажите, Незяково, а где вы были сегодня в 6 часов утра? Вот, Назико Мамалаури, машинистка убитого. Молодая, незамужняя и пышногрутая. Поэтому оперативник ее и заподозрил? Ну, у Назико алиби. В 6 утра, предположительное время убийства, она находилась в общежитии. Это подтвердила соседка по комнате. Угу. А можно посмотреть райкомовские журналы посещений? Меня заинтересовал мужчина, который ворвался в кабинет к убитому накануне в 18.00. Нет, копии журнала не сохранились. Сычки не нашли в нем ничего интересного, никаких упоминаний о том, что к убитому кто-то приходил в 18 часов. А как такое могло быть? Вахтер не зафиксировал? Или посетителя не было? А что это вы меня про этот журнал спрашиваете? Я только в 10 вечера на дежурство заступил. Спрашивайте про то, что знаю. Хорошо, хорошо. О том, кто приходил накануне, мы спросим у вашего сменщика. А вот кто был в кабинете Середюка в 6 утра? Я? Я не знаю. Не знаете? А как же так? Здесь вообще в 6 утра кто-то бывает? Вы не могли не заметить. Так не приходил никто. Клянусь. Но в кабинете у Середюка была баба. Откуда знаете? Запах гари услышал ближе к утру. Закрыл входную дверь, пошел в буфет проверить, что там у девчат подгорело. Ну и слышу. А в кабинете у Середюка папский голос. Барышню по голосу узнали? Нет. Через дверь. Мало ли. Наш Середюк еще тот ловелас. Кого у него только в том кабинете не было. И это только за мое дежурство. Тут девахи наши любили к нему похаживать. То есть там могла быть сотрудница райкома? Конечно. Но как другая могла туда попасть? Просто кто-то не ушел с работы. Прямиком в кабинет. И все же. Подумайте, есть ли возможность попасть в здание, минуя вахтера? Мимо нет. Мы всегда закрываем дверь. А вот туалет на первом этаже. Вариант. И окна там без решеток. Пойдемте посмотрим. Вот, точно знаю. Если надо попасть не через парадный вход, вот люди вот сюда ныряют. А что? Первый этаж. Окно не закрыто. Так что мы могли легко с улицы попасть. Осторожно, следы. А что за следы? Следы, как в кабинете у убитого. Только фрагмент более красивый. Сомнений нет. Британский, военный. Думаю, размер 45. Ну и кто же мог пропустить в райком постороннего? Алло, это я. Да ну я. Новости у нас плохие. Баба какая-то в кабинете у него была. Да не знаю я. Ага. Хорошо, я попробую. Итак, что мы имеем? Поправьте, если что-то не так. Поправлю. Так, райкомовский начальник. Большой любитель женщин. Во время убийства или перед ним в кабинете было свидание. Если найти эту женщину, то многое прояснится. Ну и как бы вы ее искали? От нее остались только пудреницы и безгальтер. Ну, для начала бы я просил вдову. Если она женщина наблюдательная, могла бы помочь в поиске. Придя на работу в райком партии, машинистка обнаружила мертвым начальника отдела транспорта и связи Василия Сердюка. Его зарезали опасной бритвой. В кабинете убитого нашли пудреницу и бюстгальтер четвертого размера. Все указывало на то, что у Сердюка было свидание. Под подозрение попадает та самая машинистка, обнаружившая тело райкомовца. Дома никого. Это мы уже поняли. А вы кто? Я хозяйка квартиры. Ой, господи. Майор Кожан, уголовный розыск. Можно зайти? Можно. Чего нет? Сейчас. Проходите. Проходите. Вы не спрашиваете, почему мы здесь? Спрашиваю. Почему? Ваш муж убит. Как? В шесть часов утра прямо в кабинете. Лезем по горлу. Плохой конец. Плохой даже для такого подлеца, как он. Я так понимаю, вы только что вернулись домой? На вас вечерний наряд. Ночной. И где же вы были ночью? Вернее, в шесть часов утра. На дне рождения, подруги. На даче. Надя Шевцова. Она подтвердит. Что-то вы не очень удивились. Подозреваете кого-то? Ну да, конечно. Кого? У него роман был с машинисткой. К нам ее брат приходил. Угрожал. Иду! Слушаю. Мужа позови. Вася! Тут к тебе. Молодой человек. Ну что там еще? Сейчас подойдет. Он уже не молодой. Ноги быстро не передвигаются. Вы кто? Брат Назико. Гоча. Здравствуй, Гоча. Уберите свою грязную руку. Вы сестру мою обидели. Жениться обещали. Если я еще раз увижу, что она плачет, и я тебя зарежу. Ты меня понял? Пока, Гоча. И чем закончилась эта история? Да ни с чем. Но машинистку он бросил. А потом с кем спутался, я не знаю. Простите. О, я вижу, вы заинтересовались братом машинистки? Да, за неимением вариантов. Ну, хорошо. Гоча Мамалаури, 19 лет, проходил срочную службу. Угу. Вспыльчивый. По малолетке привлекался за драку. Ну, кажется, исправился. Во всяком случае, по месту службы парня характеризовали положительно. А вы читаете о нем? Читайте там. Нет, ну, все равно, это все субъективно. Давайте о фактах. Алиби на момент убийства у него есть? А вот с этим проблема. Мамалаури получил увольнительную. И в день убийства в части его не было. Привет, сестренка. Ты что, теперь со мной совсем не разговариваешь, да? А ты как думаешь? Это что? Я тебя просила. Я просила тебя вмешиваться. Назико, ты что, совсем не в себе? Не в себе! Не в себе! Не в себе! Мамалаури, потише! Милиция. Здравия желаю. Мы здесь разговариваем. Вижу. Только без лишних движений. Я и стою. Вот и хорошо. Пройдемте со мной. Обои. Куда? По дороге, объясню. Пошли. Пошли. Это уголовный розыск. Мы тут шутить не любим. Тем более, что, кажется, вы нам не все рассказали. Середюк обещал жениться на мне. Склонился к сожительству. Но обманул. И с женой так и не развелся. Как и когда ваш брат узнал об этом? Как-то увидел, что Середюк меня к дому подвозил. Поцеловались, и Гоча все понял. А может быть, вы специально подослали его? Что бы угрожал? Да я клянусь, я не знала, что он поедет к Середюку. А это что? Я увидела ее возле трупа. Подумала, это Гоча зажигалка. Гоча зажигалка. Гоча зажигалка. Ясно. Ну, а теперь вы Гоча. Рассказывайте, как вы попали в райком? Меня там не было. Гоча, ну зачем вы упираетесь? Вы были в увольнении. Сестра вашу зажигалку нашла. Тем более, что ранее вы угрожали убитому. Вот. Это моя зажигалка. Извини, Гоча. Извини, что я тебе сразу не поверила. Вы погодите извиняться. Гоча, где вы были 27 октября ночью? Вы ведь были в увольнении. Ранее вы всегда приезжали к сестре. Мама Лаури ночевала у одноклассницы. Девушка подтвердила. И что, ей так просто поверили? Ей нет. А вот родителям девушки, которые под утро приехали домой, да, они устроили маму Лаури долгий и непростой разговор. Ну, вот как раз это было в то время, когда был убит райкомовец. Да, а версия, конечно, была стройная. Ну, не впервой. Нужна новая версия. Вы бы с чего начали? Так, из сейфа убитого райкомовца пропали наградные часы Славы с гравировкой. Ну, попробовал бы их отследить. Все-таки 10 штук пропало. Где-то должны были всплыть. Ай, ты моя хорошая, ты моя умничка. Ай, молодец. Ну, бери. Ты не понял. Мне деньги нужны. Мало ли, что на часах этих. Часы чистые. И деньги будут, клянусь. Примешь ставочку на белую молнию? Да погоди ты со своей ставочкой. 35 лет Октябрьской революции. Ты чего? А ты чего? Мало ли, что на часах этих. Мы уперлись. В тупике мы. Значит так. Разворачиваемся и роем в другом направлении. Да. Вот только в каком? Прежде всего допросить супругу. У нее есть алиби? Не проверяли. Пока занимались машинисткой. А вот это очень зря. Потому что именно она получает массу выгод от смерти Середюка. Ей дают страховку. Она получает повышенную пенсию союзного значения. Ну и банально квартиру, машину, дачу. Ну займемся. Ну и надо бы установить эту пышно-грудую любовницу. Ну хорошо. С этим тоже затянули. Постараемся установить. Чего приперся? Работы своей нет. Так перерыв же. Решил заскочить. Степка, задолбал ты меня. Что, я к своей жене уже не могу зайти? Можешь. Только ты ж не просто так приперся. Все рыщешь, ревнуешь. Достал ты меня со своей ревностью. Я ревную с какого-то припугу. Нормальных баб вокруг полно. Могу не приходить. Ну вот и все. Все. И все. Стол грязный. Где? Тут. Ты что тут ломишься? Кого тут ищешь? Вы это мне? А кому еще? Может еще кого-то тут видишь? И я не посмотрю, что вроде приличный. Он дачу соседнюю. Такие же интеллигентишки обнесли. О чем это вы? Ой. Так а что же вы сразу-то не сказали? Вы не думайте. Просто бдительность. Так а вы по поводу кражи на даче? Нет. Я по другому вопрос. Наталья Середюк. Это ваша подруга? Да. Жалко ее. Мужа потеряла. Такой славный был. При должности райкомовской. Наталья заявила, что была у вас на даче. Ночью с 27 на 28 октября. Это правда? Да, была. Я их с мужем приглашала. Он не смог приехать, так Наталья за двоих отдувалась. Да, да. А вот и шашлычок. А у меня есть тост. За любовь. Девочки. За то, чтобы твой мужик не оставался допоздна на работе с очередной стервой. Бляхомуха и хранил тебе верность. Тихо, дети спят. А пусть знают, как оно. Наташ, ты в порядке? Все в ажуре. И чтобы врал тебе красиво. Наташа. В котором часу у вас закончилось застолье? Ну, где-то в час ночи. Я гостей по спальням растасовала. А во сколько вы ее видели утром? Ну, где-то в 10 утра встали. Оф, ты тоже уже встала? Фу, опять ты эту гадость с утра. Молока бы лучше выпила. Подруга, ты бы лучше завтрак приготовила. Получается, в 6 часов утра вы ее не видели? Ну, как я могла? Мы же выпили, отсыпались. Понятно. И последний вопрос. С кем в спальне ночевала Наталья? Что такое? Ну, понимаете, тут такое дело. Только чур я вам не говорила. Оказывается, у вдовы райкомовца уже давно был любовник, а кошка. Кто такой? Жил в том же доме, что и Середюки. И являлся представителем, как бы это сказать правильно, золотой молодежи. Так, а кто был его отец? Отчим. Его отчим был заведующим военным складом. Сразу вспоминается след британского ботинка, оставленный на месте преступления. Думаю, сын такого отца мог иметь ленд-близовскую обувь. Мог. А размер какой у Артура? Подходящий. Сорок пятый. Наталья, а вас просто нереально застать дома. Послушайте, у меня похорон. Мне сейчас не до вас. Хотите поговорить? Шлите повестки, ясно? Боюсь, вам придется притормозить. Мы знаем о вас и вашем любовнике Артуре. И что вы там знаете? Например, то, что вы напились. И целой компанией рассказали о том, что хранится в сейфе вашего мужа. И что вы хотите этим сказать? Я только спрашиваю. Это вы или ваш любовник Артур среди ночи уезжали с дачи подруги? Я нет. Понимаете, я проснулась, а Артура нет. Потом он заходит, одетый. В котором часу? Ну, я не помню. А светало. Послушайте, а вы думаете, Артур мог убить мужа? Вы мне скажите. Сейчас светает в шесть сорок пять. А вашего мужа убили около шести часов. Дурак. Вот дурак. А какой смысл Артуру убивать Средюка? Понимаете, у них стычка была пару недель назад на ипподроме. Между прочим, в гладких скачках участвует единственная порода. Английская, чистокровная, верховая. Вон она, белая молния. Моя любимая. Красивая. Наталья, а что ты тут делаешь с этим молокососом? Не позорься. Ты вон со своей машинисткой приперся. Стоит красотка. Так, все. Мы идем домой. Руки убрал. Вася! Вася! Ну, прекратите! Отпусти! Что, успокоился молокососом? Отпусти! А вы что, не знали, что ваш муж ходит на ипподром? Зачем вы туда пошли с любовником? Наоборот. Знала, конечно. Середюк ни одного старта не пропускал. Хотела позлить. Да, позлили. Кажется, ваш Артур отомстил Середюку. Дурак. Вот дурак. А вы знаете, где сейчас Артура искать? Артур, стой. Стой-ка, молодой. Надо в шнурак залезать. О, давай. Давай скорее. Артур какошка? Кто спрашивает? Поговорить надо. Ты как, в порядке? Я скину. Стоять! Куда стоять? Опа. Новенькие часы Слава. Откуда? Не скажу. Ты кто такой? Уголовный розыск. Что ты сразу не сказал? Батя мой ему позвони. Позвонит. Веди его. Пошли. Ой, достойные похороны, я так считаю. И жена постаралась Мирайком. Да, пусть земля ему будет пухом. Горячий мужчина был этот Середюк. Ну, насколько я знаю, он на кости особо не бросался. Ой, а на тебя там бросался. На таких, как Зинка, он заглядывался. Вы еще совсем с дуба рухнули? Долго не стоите, посуду мыть надо. Зря ты начала. Что? Я слышала о кабинете у Середюкали фон, мы шли. На пышную. А сколько у нас в райкоме таких? Думаю, немало. Что за лефон? Вроде бы чехословацкий. Четвертый размер, говорят. Зря вы так. А может, не знаете, кто батя у меня? Вашего отчима мы хорошо знаем. Придет сюда, потолкуем. Почему убежал? Думал, от ростовщика пришли. Дяди Гоши. Слыхали о таком? Нет. Давай вспоминай, Артур. Где был ночь с 27 на 28 октября? На даче. И никуда не отлучался? Никуда. А вот у нас другая информация. А ну-ка, покажи часы. Что вы к этим часам прицепились? Снимай. К 35-летию Октябрьской социалистической революции. Ну и что? А то, что 10 точно таких же часов пропало из сейфа убитого райкомовца. Где он? Стойте. Тут. Туда нельзя. Пустите. А вот это, кажется, твой отец. Это что? Пай, я все объясню. Что объясню? Придя на работу в райком партии, машинистка обнаружила мертвым начальника отдела транспорта и связи Василия Сердюка. Его зарезали опасной бритвой. В кабинете убитого нашли пудреницу и бюстгальтер четвертого размера. Из сейфа исчезли 10 наградных часов слава, грамоты и 3000 рублей. Сыщики выяснили, у жены убитого был любовник Артур Кокошко. У него находят часы, идентичные тем, что пропали из сейфа Сердюка. Пай, я все объясню. Что объясню? Меня в обкоме наградили часами. Они пропали. Ты их украл? Да, Артур, не позавидуешь твоему выбору. Скажешь, у отца украл, получишь. А скажешь, не крал, обвини в убийстве. Пап, прости, у меня долги были. Но я бы тебе вернул, выкупил и вернул. Вот только без этого. Выйдите, пожалуйста. Лучше тут оставайся. Дома прибью. Да, да, это я часы украл у бати. А к Наташкиновому мужу я не ездил. Да я чем хочешь поклясться могу. Наталья сказала, что выходил к рассвету. Да, к реке. Мы там в машине. Ну, вы понимаете. Нет, не понимаю. С Наташкиной подругой, Надькой. Зажимались. Не тут. Тут слышно будет. Утро, скоро все проснутся. Сарай? К реке. Давай, тихо. Погоди. Какую-то странную жизнь ты ведешь, Артур. Да вы не подумайте это. По пьяни. Ладно. Как зовут женщину, с которой у реки в шесть часов зажимался? Надежда Шевцова. Только вы аккуратны. Она замужем. Так, и что? Шевцова подтвердила? Угу. Артуру повезло. Там вот сохранились ее показания. Насколько я знаю, Артур крепко получил тогда от своего отчима. Но остался на свободе. Это что же получается? Все заново? Именно. Так, а это что такое? А, это заявление гражданки Мишкиной. Сотрудница райкомовского буфета. Вижу, она здесь говорит, что на нее напали. Было такое дело в парке. А что? Да вот думаю, относится это как-то к убийству райкомовца. Заткнись! Зин, ты как? Это кто? Хахань твой? А, молчишь? Я сейчас у него спрошу. А ну стой! Стой, кому говорю! Все, закончили? Больше ничего не вспомнили? Нет. Хорошо. Тогда можете идти домой. Муж с вами? Да. Если что-нибудь вспомните, непременно нам сообщите. Можете идти. Что? Я боюсь выходить. Меня убьет. Кто? Я вам кое-что не рассказала. Рассказывайте. Сейчас и рассказывайте. Это я была у Середюка. Когда? Когда его бритвой по голову. Я как раз в кабинете подлилась. Это меня и спасло. Маршруты давай. Идиоты. Вас всех там положат. Это особо ценный груз. Это не вело. Поберем. Ты чего? Ты чего? Вы видели убийцу? Нет. Я тогда в шкаф спряталась. Но вы уверены, что на вас напал тот же, кто убил Середюка? Я уверена. Я голос узнала. А что он сказал Середюку? Что-то про маршруты. Маршруты? Да. А Середюк что ему ответил? Вы не спешите. Вспоминайте. Он сказал убийце, что что-то наподобие... Это особо ценный груз. Вас всех порешают. Он просто как-то узнал, что я тоже там была. Я вам точно говорю, он меня убьет. Я боюсь. Не бойтесь. Мы вас защитим. Особо ценный груз. О чем могла идти речь? Ну, в начале 50-х продуктовые магазины уже были худо-бедно заполнены. А вот текстиль, например, страшный дефицит. На такой могли и позариться, чтобы потом перепродать артельщикам. Это что выходит? Убийца хотел получить у Середюка маршруты, по которым двигаются эти грузы? Угу. И что, ему удалось? Да нет, сыщики вовремя поняли замысел убийцы. И вместе с военной прокуратурой выехали на задержание преступника. Воевая готовность. Че? Че-че? Едут. Давай. Да. Да. Спецгруз, пропускай. Документы предъявите на груз. Ребята, вам проблемы нужны? А тебе? Все, можно ехать. Открой борт. Не, ну не нагло. Давай, давай. Разомнешься немножко. А то сидишь тут днями на своих спецгрузах. Здравия желаю, граждане бандиты. Руки вверх. Приплыли. Приплыли. Значит так, граждане бандиты, рассказывайте, как о маршруте узнали. Кто же вам скажет? Дядя Гоша сказал. Молодой. Какой еще дядя Гоша? Я расстрела не хочу. Молодой. А понимает. Так, про дядю Гошу этого я уже слышала. Ростовщик что ли? Он самый. Папа и подрома. Все черные ставки на нем. А что их связывало с райкомовцем Середюком? Середюк ставил на бегах. В общем, этот райкомовец по-крупному проигрался. Дядя Гоша ему денежку дал, чтобы тот рассчитался. Вась, а что это ты от меня бегаешь? Я? Когда тебе долг надо было перекрыть, ты сам меня искал? Ну, понимаешь, закрутился. Дела райкомовские. Вы что? Ну, я так понимаю, дядя Гоша был готов ему долг списать, если тот сдаст маршрут груза. Так, дальше что? Как в помещение попали? Кто из вас двоих убил райкомовца? Да мы тут не при дела. Ну, дни пять назад. Ну, дядя Гоша пришел, да не пять назад, и принес номер грузовой машины, и сказал, где поджидать. Все? Все. Все. Бандиты не врали. Надбритые не нашли их отпечатков. Размеры обуви не подходили под след, оставленный на месте преступления. Было ясно, что дядя Гоша лично занимался убийством раком. А кто он вообще такой, дядя Гоша? Дядя Гоша? Вот он, Георгий Рыбчик. Официально работал сторожем. Имелся адрес его прописки. Ну, там глухо. Ну, разумеется. Две осечки. Неудачное покушение на буфетчицу и налет на грузовую машину. Ну, да. После такого только в бега. А, да, да. Он так и спланировал. Приехал на вокзал с поддельными документами. Но вмешался в случай. Муж буфетчицы работал на железной дороге и узнал дядю Гошу. Вот черт. Мужик, закурить есть? Отвали. А ну, стой. Стой, скотина. Иди сюда. Значит так, гражданин Рыбчик. Отпечатки пальцев, обнаруженные на орудии убийства Бритве Золинген, совпали с твоими. Подошва один в один, как на месте преступления. Ну, а вот это показания твоих подручных. Ах, как запели, голубчики. Ну, ладно. Срок скостишь? Все как на исповеди расскажу. Ты не понял, Рыбчик. Условия тут ставлю я. Ты и так мне все расскажешь. Это я уже понял. Ладно, пишите. Долг у него передо мной был. Это мы знаем. Ты предложил ему сдать маршрут, по которому ткань повезут. А дальше? Он говорит, по рукам, только половина улова моя. Половина груза? Ого! А у тебя там ничего не слепнется? Слушай, если после этого меня попрут с работы, ты что ли меня будешь кормить? Ладно. Маршруты давай. Будет тебе половина. Хорошо. Но если вдруг вздумаешь меня кинуть, я найду возможность, как сдать тебя органам. Это был ваш первый разговор в 18.00 накануне убийства? Да. Я тогда понял, что такой партнер мне не нужен. А кто открыл тебе окно в туалете на первом этаже? Вы про окно в туалете знаете? Гражданка Корниенко. Корниенко? Это кто? Сотрудница райкома. Ты смотри, везде свои щупальца распустил. Ничего я не распускал. Просто женщина передавала мне нужную информацию. Так это она рассказала, что Середюк будет ночевать в райкоме. Так точно. Я и пришел. Под утро. Маршруты давай. Идиоты! Ваше всех там положат. Это же особо ценный груз. Это не велопробег. Ты чего? Повезло, буфетчица. Проморгал ты ее. Она, видать, тише воды засела. Мне про эту оплошность Корниенко опять же таки сказала. А как она вычислила, что Середюк был именно с буфетчицей в ту ночь? Поливчику. Это она же буфетчицей телефоны продала. И как только это выплыло, она мне сразу... И ты решил избавиться от возможного свидетеля? Да. Только я не знал, что у нее муж такой ревнивый окажется. По пятам за ней ходит. Этот же идиот меня на вокзале и узнал. Вот такая вот Петрушка. Подпись вот здесь поставь. Гражданка Корниенко. Да? Вы задержаны. За что? За спекуляцию. Из-за пособничества в убийстве. Пройдемте с нами. Пройдемте с нами. Георгию Рыбчику за убийство райкомовца дали 10 лет строгого режима. А что его подельники? Каждому по 10 лет лагерей за нападение на государственный груз. Корниенко получила 5 лет. Не осталась безнаказанной и буфетчица Зинаида Мишкина. Три года условно за дачу заведомо неправдимых показаний. А как сложилась судьба вдовы райкомовского лавеласа? Через год вышла замуж. Но не за Артура, как кошка. Да, ее взял в жены видный обкомовец. Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Ммм, хороший сало, Андрюх. Ага. А Гладкины роды еще передали. Гладкины? И что, все тю-тю? И больше сала не будет? Чего это? Ты когда же тебя это, в отставку отправил? У меня не родилась такая баба. Андрюх, ты не психуй. Вон, Катька моя. Раньше ты член-то на нем была. А потом раз, и к другому ушла. За такие вещи убивать надо. Моя знает, не будет по-хорошему. Ты словами не бросайте убивать. Ну, убивались. Давайте. Да. Ну, давай. Давай. Пойду я к Златке своей. Давай, Ленка, еще один пролет. Ой, спасибо тебе, Тома, большое. Ты бы такую красавицу рублей за тресать бы продала. А мне за червончик. Да ну ты чего, Ленина? Мы же по-соседски. Ой, Стива. Ну, слушай, а помоги мне еще ее в дверь затащить. Я сейчас открою. Ой, подожди. Ой, Андрюшка забыл дверь закрыть. Это ж надо. Ну, ты давай. Сейчас. Вот так ты ее верхушкой. Наоборот, стволом. Давай. Сейчас. Ой. Давай, 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 давай. Спасибо тебе большое. Осторожней. Осторожней. Нам сюда еще в эту комнату дотащить. А, Ленина? Том, ты чего? Сломаешь ведь? Андрюша! Старинок! Ой, Господи. Леночка, я сейчас, сейчас. Куда? Господи. Сейчас я в милицию, в скорую. Может, у меня сейчас я в милицию? Что это такое? Слышите, Андрюшка. Так, декабрь 1957 год. Киев. Обнаружен повешенным шлифовщик залона «Арсенал». Андрей Васильевич Каиров. 22 года. Молодой. Ну что, простуженный, да? Артем, да? Да. Ой, ой. В таком состоянии надо дома сидеть. А что это вы из термоса пьете? Отвар. Плющ. Отличное средство. Два дня и простуды, как дед бабушки, рецепт. Плющ? То, что кому-то полезно, другим вредно. Все-то вы знаете. Даже противопоказания по плющу. Да, знаю. Плющ не дает нормально жить другим растениям. Обвивает, лишает сил, гибнут молодые побеги. Так. Ну и кто об этом думает? О! Ну кто об этом думает, когда видит красивый дом или дерево, обвитое плющом? Никто не думает. Ну вот, так. Тело обнаружила мать Ленина Каирова и ее соседка. Ленина? Имя такое. Революционные. Были линеры, ленинская эра. А еще были ленуры. Ленура? Ленин учредил революцию. Впрочем, имя к делу не имеет никакого отношения. Еще меньше, чем плющ. Читайте, читайте. А чего елку не убрали? Так она как упала, так и лежит. Ничего же нельзя трогать. Это верно. Вы мать? Так, пока выйдите в парадную, не надо вам здесь. Я потом с вами. Привет. Самоубийство? Похоже, да. Но есть свежие синяки на теле и кровь под ногтями. А судя по структурной борозде, выходит, что сам. Выпивка что-то. Вы с Ян Владимировичем упивали? А я, между прочим, смену отработал. И домой собирался. Имел полное право. И не я, а он. И не выпил, а напился. Сильно напился. Ну, точнее, скажу после вскрытия. Ну, пьяному руки наложить не так боязно. Должна быть причина. Пряник ел. А я вот, когда выпью, еще больше жить хочу. Петь там всякое такое. Отпечатки снял? Снял. Их замучаешься сличать. И толку. Пиши. Самоубийство. И до свидания. Сергею Есенину можно, а этому нельзя. Звезда. И ворсинка меха. Наверное, сушанки. Вот. Вот. Не торопи картину. Не торопи, не торопи, Петя. На подушке есть волосы. В этом нет ничего странного. Ну, да. Напился, не проспался. Понятно. Я пока пойду с мамой потолкую. А вы тут посерьезнее. Ленина Петровна? Да. Да. Скажите, это шапка вашего сына? Моего Андрюшеньки. А он на ней звезду носил? Носил. Скажите, а как он вел себя в последнее время? Выпивал. Девушка его бросила. Что за девушка? Невеста. Он страдал. Плакал, злился. А вы с этой девушкой знакомы были? Была. Злата. Учится. Живет. В первом общежитии, в эпиденститут. Вы давно ее видели? Да нет, недавно она прогуливалась с новым парнем, когда мы с сыном проходили мимо. Андрей, пожалуйста, пойдем домой. Мать, иди сама, я скоро. Пожалуйста, пойдем. Мам, иди домой. Он после этого вернулся домой пьяный. Обзывал ее плохими словами, слился. А с которого часа он сегодня дома? Я не знаю. Я не знаю. Я около девяти, наверное, пошла к Томе, чтобы елку забрать. Уходила его, еще не было. А когда вернулась Андрюша, я елки продаю. Ну, Анна, есть остатки. Я ей говорю, приходи к закрытию, может, подберем что-нибудь. Леночка, я тебе сейчас водички принесу. Подожди. Ну, Анна пришла, и мы пока туда-сюда, и где-то в полодиннадцатого мы и вернулись. Угу. До вас не было часа полтора. А скажите, а соседи, может быть, могли что-то слышать? Да некому. На этаже только я, да и они. А эти квартиры пустуют. Хозяева на севере работают. Ой, Господи. Леночка. Лена, 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 Лена. Лена, Лена, Лена. Тихо, тихо, тихо. Плохо, да? Вставай, вставай. Давай, пойдем ко мне. Приляжешь. Товарищ милиционер. Конечно, конечно. Может быть, скоро? Да, да, пожалуйста. Вы только возвращайтесь, у меня к вам пару вопросов. Хорошо, хорошо. Леночка, Леночка, тихо, тихо, тихо. Допустим, бросила парня невеста. Конечно, есть такие влюбленные, которые из-за любви сразу в петлю лезут. Но по первым страницам дела погибший не производит впечатления пылкого тристана. Артем, это заблуждение считать суицид уделом тонких романтических натур. Чаще бывает, поверьте, совсем наоборот. Напился и повесился. Ну, хорошо. А звезда с ушанки? Что? Оперативник сразу обратил внимание, что на ушанке Каирова нет следа от звезды. Ой, смотрите, какое хорошее наблюдение. Ну и что? Знаете, может быть, Шерлок Холмс сделал больше выводов, но я не он. Ну, мой дорогой, Шерлок Холмс вымышленный персонаж, а реальным сыщиком, даже очень хорошим, всегда нужно время и результаты экспертизы. Ну и пряники. Да. Я в том смысле, стал бы он пряники есть перед смертью. Может, нервно кусал-то, знаете? Кто знает, сам не замечал, что делал. Может быть, да. Горе, горе. Сердечный приступ. Ее забрали в первую городскую. Бедная. Мужа на фронте потеряла. Единственный сын. А вы давно соседи? Да где-то с год. Я-то здесь давно, и Таня переехали. Как жили? Я в торговле работаю. Как утром вышла. Андрей, конечно, парень тяжелый. В чем? Выпивал. У них на заводе так заведено. С дружками после работы возьмут бутылку и... А скажите, вы этих дружков видели? Да, они постоянно в нашем дворе ошиваются. Трое из его цеха. А вы на арсенал сходите и спросите. Товарищ милиционер, мне завтра рано на работу. Можно я пойду? Да, конечно. Если что, я вас вызову. Поняла. Вызовите, приду. До свидания. До свидания. Опять привет. На улице холод такой, а у тебя в окна нараспашку. Да запретили здесь курить. Заведующий придумал. Теперь ходит, вынюхивает. Передирается? Да нет, сердце его зашалило. Курит бросил, не пьет. А теперь, если ему запах не нравится. Подожди. Он еще спирт проверит. Чтоб ты вот в эту свою фляжечку не подливал. Петя. Так, ладно. Что там с делом? Давай заключение. Буду закрывать. Моя страница не получится. Чего это? Судя по строкализационной борозде, все вроде в порядке. Но повреждение шея странное. Как будто я вывернул шею. Раньше у весенников такого не наблюдал. А мне что с этим делать? Так и написать в деле? Судмед сомневается. И вот еще. Это что? Перо. Было в траке, попало в дыхательные пути. Как? Ну как, как? Ну прыгнул с табурета, а тут перо летит. Ну он последним вздохом его и втянул. А закашляться уже не успел. Да ну тебя. Вот и я об этом. И еще ссадины и синяки на теле. Били? Ты скорее дрался. А судя по травмам, не задолго до смерти. В квартире следов драки не видно. Да, где пил, там драться мог. И еще, в желудке алкоголя коржики. Я в заключении так и написал, а ты делай как знаешь. Ну если ты так и записал, получается никакое это не самоубийство. В прокуратуру звонить надо. Вот, вот. Ян Вадимирович, ну что ж ты одно за одно? Побереги здоровье. Да ничего, что надо. В Киеве в собственной квартире Ленина Петровна Каирова обнаружила повешенным своего сына Андрея, шлифовальщика завода «Арсенал». По словам женщины, сын тяжело переживал разрыв с невестой Златой, много пил. Похоже, смерть настигла его в состоянии алкогольного опьянения. При вскрытии в трахее Андрея обнаружили перо. Незадолго до гибели он дрался. На теле остались свежие синяки и ссадины, под ногтями кровь. Эксперт почти не сомневался, Каиров повесился не сам. На это указывало нехарактерное для самоубийцы повреждение шеи. Ну и как видите картину преступления? Пока не вижу. Но дрался перед смертью, это факт. И подушки перьевые. Дрался, а возможно сопротивлялся? Возможно. Хотя следов в квартире. За полтора часа, пока матери не было, могли и придушить, и подвесить, и в квартире убрать. Могли. Но пряник возле кровати оставили. Кровь под ногтями первая отрицательная. Не принадлежит убитому. У него вторая. И на нижнем белье есть следы семенной жидкости. Интересно. Женщина что ли придушила? В этом я очень сомневаюсь. Даже если ей хватило бы силы его пьяного придушить, то подвесить на веревку, ну, с этим не каждый мужик справится. На входной двери есть отпечаток руки и частицы крови на веревке. Третья отрицательная. Кровь прямо на выбор, какая хочешь. Может, мать что подскажет. Так, давайте матери ничего не говорить об убийстве. Все-таки она в больнице. Лучше с его невестой пообщаться. С бывшей. У нее другой. Вот это ты и прощупай. И вези ее ко мне. Есть. А я на завод. Проходите, Серафим Павлович. Нам уже позвонили, сообщили. Жалко, конечно, Андрюха, но он всегда такой был странный. А в чем странность? Злобный какой-то. Скрытый, вот и покончил с собой. А вы в самом деле кадров всех так хорошо знаете? Нет, мы одноклассники. Потому и знаю. Он немного того. Так что ни с кем не дружил? Ну, почему? Степка Мишулин, Миша Харченко, Прохор Шелюкин. Его компания. Все в нашем цеху работают. О, вот и Прохор. Шелюкин, тут товарищ следователь из прокуратуры. Следователь? А что, бабы же в прокуратуру берут? Прохор. Для тебя, Прохор, я не баба. А гражданка следователь. Серафима Павловна меня зовут, запомнишь? Оно мне надо. Что вы хотели, гражданка? Шелюкин, ты как разговариваешь? Не работай, Валон. Прохор! Что можешь сказать о дружке своем Андрее Каирове? А что сказать? Как все. А что тут случилось? Когда видел его последний раз? Так вчера, после работы. На бытышево в подворотне. Я еще пол-литра выставлял, а сегодня его очередь. А он на работу не вышел. Пол-литра зажили его. Степ, иди подмагни. А что он там натворил? А что, он обязательно должен что-то натворить? Так, за просто так следователь из прокуратуры не ходит. Так нашли его мертвым на веревке дома. Как это? А мы ничего и не знали. Он от нас вчера свалил, да и все. Во сколько? Да, часов в семь примерно. Мы еще остались, а он к Златке ушел. Это его барышня? Была его. Мишка, тут следователь из прокуратуры по поводу Андрюхи. Помнишь, ты вчера за сало говорил? А, сказал, что Златке вернущи сало не дадут. А он сказал, сало будет, и Златка никуда не денется. А, это. Еще сказал, что убью, если она от него отстанет. А дальше? А что? Мы по домам разошлись. Вот со Степкой в общагу пошуровали. А я к Любке своей там до утра был, взял соленых огурцов, думал, сегодня Андрюха бутылку притащит. Он, видишь, как, говорите, повесился. Да, будем проверять. Проверяйте. У Любки спросите. Она всю ночь не спала, меня вот так видела. Подтвердит. А нас это, дежурная в общаге всю ночь гоняла. Мы макароны забыли на плите, все там задымили. Только я не понимаю ничего. Повесился и повесился. А нас что проверять? Виноватых ищите? О, вы это, вы к Златке сходите. Хахалью однорукий, давно зуб на Андрюху точит. Мешает он им. Андрюха, конечно, завзятый был. Переодевайтесь. Проехать вам надо, кровь сдать. А что, мужики, поедем? Вы от работы официально освобождаете? Официально. А похороны когда будут? Помянуть бы его. Гостей принимаете? Гостей? Здрасте, а вы кто? Я из милиции, капитан Оверченко. Милиции? Ходил недавно наш участковый с профилактической беседой, но что вы, капитан? Да у меня к вам что посерьезнее. Андрей Криверов убит. Как это? Кто его убил? Вот это мы пытаемся выяснить. Вот, к вам пришел. Может, воды? А вы хотите сказать, что... А что у вас с руками? Откуда синяки? Какие синяки? Руки покажите. Да что вы представляете? Руки! Ты чего? Спокойно! Слава! 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 Что вы делаете? Слава, не надо! Гражданечка, отойдите! Слава вам из милиции! Что ж ты сразу не сказал? Я вижу, плачет. Спокойно! Отпущу, только без глупостей. Ладно. Слава, не надо! Присажите. Что ж ты, мужик, с кулаками-то сразу, а? Кулаком! Я уже не стесняюсь. В январе 45-го осколком отжигнуло. Прости, брат. Но спросить обязан. Откуда синяки у тебя, у Златы? Свежие. Извиняешься? Тут одна мразь не посмотрела, что я однорукий. Слава! Андрей Каиров? Он! Я б мужиков, которые на девушек, просто ввешал бы, как фашистов. Ну да. Слава, пожалуйста. Только права на самосуд у нас ни для кого нету. Даже для героев с медалью. Понял? Ты о чем это? Повесили Каирова. Вот такая вот неприятность. Вам придется проехать со мной. Ты думаешь, что это я? Да как бы я? Ну, силушки тебе не занимать. Не убивали мы его. Он нам жизни не давал. Вчера пришел. Пьяный. Привет. Что ты сделаешь? Как ты прошел? А ты что, мне не рада? Иди сюда, кружок мой. Андрей, уходи. Неа. Андрей, уходи. Отпусти из картина. Давай, красавица. Сладочка, а? А что поменялось? Что у нас поменялось, Сладочка моя? Слава закончилась? Закусить нечем? Что поменялось? Слава! 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 А, старичок. Куда ж ты без ручонки-то лезешь, а? Ты сейчас за двестиски схватить не можешь? Уходи, сволочь! Славочка! Куда ж ты лезешь, Слава, а? Куда ж ты лезешь? Дай уже свой мухахалю, убраться. Слава! Что? На ябинчешь не меня? Милицию позовешь, а? А чем ты ее порадуешь? Тебе только руку оторвало? Или еще чего-нибудь? А? А вот я ее радовал. Ой, как радовал. Аборт от меня сделала. Ну, Слава! Давай, давай, черт рогатый. Не твой огород. Ненавижу тебя! Злата, что происходит? Я сейчас в милицию вызову. Злата! Злата! В следующий раз приду. Жди. Чтобы этого здесь не было. А комендант потом весь вечер караулил, чтобы этот гад не вернулся. То есть из общежития вы вдвоем с Андреем вышли, так? Вышел за ним, правда. Только пошли мы в разные стороны. Как объяснить? Стыдно было и унизительно. Слава, скажи, как есть. Он про аборт услышал и... Это правда? Правда. Так вышло, что я... Что мы... Я потом подумала, рожу от него и всю жизнь с этим зверем. Знаете, какой он? Никто не знает. Злата! Злата! Пропажа! Ты чего бегаешь от меня? Мы же договорились с тобой заявление подавать. Андрей, не будем подавать. А дитё? Ты ж это... Брюхатая. Брюхатая. Нашел слова. Ребенка не будет. Стой! Стой, тебе говорю. Иди сюда. Поговорить надо. Ты что творишь? Ты, тварь! Я не хочу с тобой. Дай мне уйти. Тварь! Тварь! Я тебя, стерва! Помогите, Лёня! Лёня, помогите! Ты мне рассказывал. Я вообще не хотела, чтобы ты о нём знал. Что ж ты сразу не предупредила? Так, ребята, ребята, упустили вы время между собой разбираться. Теперь придётся с нами. Собирайтесь, поехали. Вот и первое враньё. Вы говорите, что после стычки с Каиром мы пошли домой. А с обратной стороны входных дверей в квартиру Убитого обнаружены ваши отпечатки. Вот, смотрите. Вы были там? Был. Говорить хотел. А что, в общежитии не наговорились? Да ещё и с пьяным. Адрес Злата дала? Нет. Вы понимаете, какое дело? Мы же всё равно узнаем правду. Поэтому повторяю вопрос второй раз. Откуда у вас адрес? Злата, обещал, что не поеду, что кого-то из однополчан попрошу. Я же однорукий. Чего не попросил? Да не по-мужски это. Я немцев не боялся, тут мразь какую-то. Пошёл сам. Открывай! Андрей! Ты дома? Поговорить надо. Я когда увидел, сразу назад ушёл. Возможно, дверь рукой зацепил. Чего ж ты тогда милицию не вызвал? Так запаниковал, да и подумал. Повесился, ясно же. А мне потом упутываться. Так вот, повесился он не сам, а кто-то ему помог. Нашли помощника. Как бы я с этим бугоём с одной рукой справился? Что-то гражданин Журов так часто про свою одну руку вспоминает. Такое удобное оправдание. Ну, мы обязательно разгадаем эту загадку. Да. А пока, Петя, отведи гражданина в камеру. Подъём. Стой здесь. Ерафима Павловна, там у убитого семенную жидкость в штанах нашли. Помните? Угу. Мог в общежитии, а мог и при повешении. Угу. Пошли. Неужели Рубинкова всерьёз рассматривала Славу и Злату как подозреваемых? Рубинкова умна. Вы же поверите, то, что смущает вас, смущало её. У Златы алиби. Она находилась в общежитии. Как раз больше вопросов к Вячеславу Журову. Ну, в прямой стычке он проиграл. Как он мог удавить, повесить, да ещё и прибрать в квартире так, чтобы не было следов борьбы? Очень сомнительно. Ну, и что тогда делать? Какие версии? Да пока никаких. Я так понимаю, Андрей Каиров мог перейти дорогу кому угодно. Характер-то не ангельский. А вот вы про Рубинкова тут говорили. Она правильно всё решила. Надо в прошлом покопаться. Вот и покопаемся. Плющ прям изнутри опутывает. Гражданка, а вы в этом доме живёте? Да, а вы по какому пытанию? Я из прокуратуры. А документы можно? Да, конечно. Рубинкова. Ага. И что? В этом доме жила семья Каировых? Жили. Это вам со мной очень повезло. А что, хорошо вы знали? Усёх. Ленка, жена. Вася на фронте погиб. Муж, Андрей и Малиш. Малиш, что? Собачка так звали. Чого это? Синок молодший. Он маленький помер. У два с половиной лет. Кажись, у сорок третьего. Я к немців прогнали. Вот как? А почему умер? Ну, я звідки знаю. Заснула дитина и не проснулася. Ленины мамы тоді вдома не было. Хлопці, я вам картопочки принесла. У чути Валя окрянников не было? За мной, что бить и пьянки. А шо, малыш пыть? Да. Как проснется, дам покушечу. Мамка ваша пришла. Що, що. Ленина, я твой импухистый принесла. Спасибо тебе, Валечка. Дай тебе Бог здоровья. Если бы не ты, я бы не знаю, что... Не чужие люди. Все, я побегла. Ты попозже, заходи, чай попью. Да, да, давай, давай. Ага, и что? Так, дитина мертва лежала. Заснула и не проснулася. Ленка, конечно, тоді, як с ума сошла. Что вы имеете ввиду? Не разговаривала. Ничего не цікавило ее. Навіть ее сын Андрій не цікавив. Рис, як тра, сам по собі. Мамку убежав. Що значить убежав? Командував. Руки распускав. Ленка, конечно, скривала. Така странна стала. Станеваристенкою і бубони. Шо ти надела? Шо ти надела? А до кого? Спасибо. Рубинкова? Проведите ко мне. Пришла. Здравствуйте. Присаживайтесь. Здрасте. Я следователь прокуратуры Рубинкова Серафима Павловна. Мы бы хотели побольше узнать о прошлом вашего сына. Зачем? Какое-то имеет значение. Он же уже совершенно одна. Да, да, я понимаю. Потеря близких, мужа, два сына. Откуда вы знаете? Алеша, он же в сорок третьем еще умер. Вы не волнуйтесь. Он задохнулся во сне, захлебнулся. Я была на работе. Соседка была дома. Это случайно получилось. Простите, можно не выйти? В туалет? Петь, покажи. Прямо и направо. Ага. Понимаешь? Что? Не понимаешь. Не понимаю, так объясните. Извините. Так отчего ваш старший сын полез в петлю? Нервный он был. Раздражительный. Жизнь у него такая была. Знаете... Какой у вас срок? Вы садитесь. Что, простите? Ну, вы беременны. И я спрашиваю, какой у вас срок? Вы садитесь. Четвертый месяц почти. А кто, отец? Отца нет. Зря вы нам не доверяете. Ладно, вам надо быть поспокойней, чтобы выносить ребенка. Подпишите и идите. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну, вы даете, Серафима Павловна, дожать ее надо было. Мужик у нее есть. Так, Тетя, ты даже не так умекал о том, что она в положении. А еще меня учишь. Ну так... Да сядь ты, все равно мы от нее ничего не добьемся. Только вспомним. Серафима Павловна... Так, в 43-м году, когда умер ее младший ребенок. Андрею было 7 лет. И что? Ну, в школе же должны что-то знать. Ну, да. Так, ты сходи с соседями поговори. Надо найти этого мужика Олениной. Угу. А я в школу схожу. Пообщаюсь. Так, может, лучше я в школу. Петя, а там с молоденькими учительницами говорить не надо. Там нужен кто-то со стажем. Есть. Да. Елизавета Федосеевна. А вы чья мама? А я не мама. Я следователь прокуратуры Рубинкова. Да не бегай ты лестницами. Вы помните такого выпускника Андрея Каирова? Ах, вот оно что. Идемте в класс поговорим. Идемте. Сегодня в учительской вспоминали. Угу. Мы знаем уже. Кузьменко. Ну-ка, слезь со стола и сядь нормально. Жаль парня. Как бы вы могли его характеризовать? Ну, если коротко, то бедная его мама. Вот как? Есть, конечно, родители, которые подчиняются своим детям. Но так, как она, и Андрей этим пользовался. Эгоистичный, грубый. Иногда создавал... Ну-ка, прекратите сейчас же. Иди на место. Давно родителей не вызывала. Создавалось иногда впечатление, что он ждет от всех такой же покорности, как от своей матери. А вы знали, что у него умер младший брат? Я у Андрея тогда не преподавала. Это был, кажется, декабрь 43-го. Он только поступил в первый класс. Но мы знали об этом. Потом я стала у них преподавать. Очень обидчивый мальчик. А что было, на что обижаться? Ну, не больше, чем у всех остальных. Дети не всегда понимают, что говорят. История братьев Каина и Авеля, сыновей Адама и Евы, конечно, выдумка. Мы-то с вами знаем, как произошел человек. Но в легенде отражен период перехода человека от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству. Каин возделывал землю, а Авель... Коровым хвосты крутился. Коля! В легенде говорится о жертве Богу. Каин принес плоды земли, а Авель мясо животного. А я бы мясо выбрал. Вишню и шуковицу можно хоть с дерева пожрать. А вот мясо... Бог сделал такой же выбор. Каин затаил обиду и убил брата. Стыжка, Ира, ты ведь сам-то почти как Каин. У тебя брата, нет? Нету. Ну, правильно. Кокнул бы. Коля Фундиков! Прекрати сейчас же! Коля Фундиков весельчак. Ну, он же не знал, что Андрея брат умер. Ну, согласитесь, шутка злая. Да он не со зла. И что уж теперь. Коля погиб. После школы уже. Как? Как погиб? Сейчас же иди на место. Лазал там по каким-то военным блиндажам, окопам. Ну вот, взорвалась граната. После окончания войны на полях сражений остались тысячи неразорвавшихся гранат, бомб, мин и снарядов. Совсем недавно рядом с геологами шли саперы. Это они уничтожили фашистские склады боезапасов, обнаруженные несколько лет назад в Курске. В поисках оружия и боеприпасов послевоенные подростки уходили подальше от взрослых глаз. Нередко смертельные находки калечили и обрывали их жизни. В первое послевоенное десятилетие количество пострадавших детей по разной информации составляло от семи до десяти тысяч человек. Половина из них погибли, но даже такие трагедии не останавливали мальчишек в желании заполучить настоящие боеприпасы. Угу. Спасибо. А, простите, а почему вас вообще все это волнует? Андрей был склонен к странным действиям. Да, да, я знаю. Я так понимаю, если вы из прокуратуры, то ищите виноватого. Почему кто-то должен отвечать за... А у вас хорошая школа. Вот ремонт. Не помешал бы ремонт. До свидания. Да. В Киеве в собственной квартире Ленина Петровна Каирова обнаружила повешенным своего сына Андрея, шлифовальщика завода «Арсенал». На первый взгляд все выглядело как самоубийство, но при вскрытии оказалось. Жертву вначале задушили, а потом повесили. Бывшая невеста убитого Злата рассказала сыщикам, что Каиров был жестоким человеком. Ее слова подтвердили классный руководитель Андрея и бывшая соседка семьи. Сыщики выяснили, в 43-м году при загадочных обстоятельствах умер младший брат Каирова. В этот момент дома с ним был только Андрей. Выяснилось, мать убитого ждет ребенка. Разговоров о его отце она всячески избегает. Соседи говорят, что какого-то мужчину видели. Но не часто. Вспомнить нежность никто не может. Говорят, здоровенно и все. Плохо. Да что мы ходим вокруг да около? Взять эту маму Ленину, допросить. И все. Она же догадывается. Это наше с тобой предположение. А если скажет, что не догадывается, дальше что? Все это, Ян Владимирович, субмет. Может, он просто нарисовал это убийство? А? Да. Если бы Каиров повесился сам, это бы всех устроило. Я вот все про эту шутку думаю. Про Каина, который брата своего убил. Шутка нехорошая, но когда это было? Давно это было. И Коля Фундиков погиб давно. Кто? Слушай, Петя, найди-ка маму Николая Фундикова. Погиб после 10 класса. И поговори с ней. И что у нее спрашивать? Ну, узнай, как погиб. Что случилось? Степанита Ивановна, спасибо, что согласились встретиться. Да, я понимаю. Знаете, я когда вас увидела, сразу поняла, что это оперуполномоченный Аверченко. А как вы это узнали? А я представила, когда мы по телефону говорили. У меня отец был милиционер. Считайте, у меня оперативная смекалка. Ну, это хорошо. Вы простите, что... Я бы хотел узнать больше об обстоятельствах смерти вашего сына. Ну, если бы я знала обстоятельства, я бы этого не допустила. Коля ходил по лесу, по разрушенным укреплениям. Подорвался на гранате. Вот и вся история. Ну, с материалами следствия я ознакомился, но... А, да, несчастный случай, мальчишство. Такой сыночек у меня был. Вселый, умный. Уже второй раз о последнее время говорю о его гибели. А с кем еще говорили? А с мамой его одноклассника, Лениной. Она даже не знала, что Коленька, ее сын, после седьмого класса ушел. Ленина. Довольно редкое имя. Почему? Ленина, Сталина. А давно был разговор? Ну, где-то неделю назад, да. Да я, при чем, я даже не узнала. Я кликнула Володю Боголюбова. Мы вместе с ним работали. Володя! Степанида! Боже, сколько лет, сколько зима. Давно не виделись. Как там дело на нашем кирпичном-то? Да нормально на кирпичном. Тебя часто все вспоминают, говорят, вот эта кладовщица была, все у нее по полочкам, комар носа не подточит. Ты как? Так как? Работаю. Старшей кладовщицей теперь и по-прежнему все по полочкам. А ты, я вижу, женился, да? Лен, что ты там встала? Подходи. Собираюсь. Знакомься. Да вы вроде как и знакомы. Я мама Андрея Каирова. Помните такого? А, да, да, припоминаю. Да. А как ваш Коля? А Коли нет. Уже четыре года. Как нет? Погиб, подорвался на гранате. Господи, ужас какой. Простите, я не знала. Лен, Лен, что? Пойдем, Володя, пойдем. Вам плохо? Нет, простите, мы просто пойдем. Пойдем. Пойдем, Володя. Вот как. А с кем, говорите, эта Ленина была? Володя Боголюбов. Мы вместе с ним на кирпичном работали. Он мастером. Боголюбов Владимир... Сергеевич. Ага. Знаете, эта Ленина... Я уже привыкла и по глазам людей читаю, как они думают, что слава богу, что не с моим. ее сына пять дней назад с петли сняли. А где здесь ближайший телефон-автомат? Живым сняли? Автомат. Где-то через 200 метров с левой стороны там. Спасибо. Ну, это уже кое-что. Это вы о Боголюбове? Да, Ленина скрывала его существование. А это о многом говорит. А как вы думаете, сын знал о романе матери? О ее беременности? Уверен, знал. И даже могу себе представить, как он на это отреагировал. Да? И как же? Что вы думаете, я забыл, как вы повернули разговор про этот плющ? Растение, которое не дает другим развиваться и жить. Вот таким и был этот Каир. Послушайте, Артем, вы сами этот плющ принесли? Да, сам. Сам, сам, сам. Ты точно проверил? Да точно, точно. Зовут Владимир Сергеевич. И на работе, говорит, Зазнова была. Вы, мужики, чего только на работе не рассказываете. Мы не поздно здесь. У них посменное производство. Печи. Да ты мне не про печи, печи. Они посменно работают. Вроде должен заканчивать в девять. О, кажись, он. Значит так, Паш, ты завтра в ночную, так что отсыпайся. Давай. Гражданин Боголюбов? Да, а что? Я из милиции. Руки свои покажите. В каком смысле? Руки. Да я таких щенков, как вы. Поголюбов стоять. Стоп. Не усложняйте свое положение. Тихо. Спокойно. Поднял руки. Руки. И мордой на капот. Живо. Жень, ты как, живой? Вот, теперь ты мне будешь рассказывать, что вот это ты на кирпичном заводе получил? Да пошел ты. Шапка армейская. А звезда где? А я не на службе. По уставу могу и не носить. Не знаю я, где эта звезда. Зато я знаю. Эту ссадину ты получил? Когда на веревке Андрея поднимал. Поехали в прокуратуру. Собоставим кровь, проверим отпечатки. Ознакомьтесь с результатом экспертиз. Полное совпадение вашей крови с кровью на конце веревки. Дальше. Ворсинки меха со звезды, которую мы нашли под кроватью. С вашей ушанки. Дальше. Я все расскажу. Это я сделал. Это я его убил. Я хочу поговорить с Лениной. Она здесь? Пить приведи. Угу. Послушай, я вижу, ты человек хороший. Убийцу нашла, дело раскрыла. Только, ну Ленину не трогай. Ее рожать. Она и так столько натерпелась горя. Прошу тебя, не трогай. А зачем ты его так? Зачем? Володя. Так, гражданочка, отпустите его. Вон стул садитесь. Лена, я все рассказал следователю, что это сделал я. Это же неправда. Лена. Володя. Послушайте, я не знаю. Я не знаю, наверное, он болен был. Он с детства убивал котят, птенцов. Когда ему было семь... Когда ему было семь, он убил своего брата. Ленина, я твою импухистую принесла. Спасибо тебе, Валечка. Дай тебе Бог здоровья. Если бы не ты, я бы не знаю, что... На чужие люди. Побегла. Заходи попозже. Привет, Андрюшенька. Привет. Почему ты не пушаешь? А ну давай ешь. Быстренько. А что, Алешка спит еще? Да. Давно? Леша. 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 О, Боже мой. Мам, ну не плачь. Мама. Мам. Мама. Мам. Ну, мам, ну не плачь. Ну, ты же мама говорила, жрать нечего. Что ты сделал? Андрей, что ты сделал? Мам, он спал, а я его подушкой. Ну, давай скажем, что он сам. Андрей, о, Господи. Мам, ну не плачь. Что ты сделал? Мам. Что же ты наделал, сынок? О, Господи. Я не знала, что мне делать. Дети задыхаются во сне. Мне поверили, Андрей. Я боялась правды больше, чем он. Ребенку семь лет. Он не подсуден. Разве дело в суде? Печать убийцы. Я боялась его. Я думала, что он пойдет в армию и изменится. Когда он служил, я познакомилась с Володей. Но когда вернулся, я поняла, что он не даст нам жизни. Я, я тоже пытался с ним поговорить. Классный фильм был. Все-таки я рад, что мы сходили. Мам, ты снова? Я же тебе говорил. Послушай меня. Ты же вроде мужик взрослый. После армии. У тебя же своя жизнь. Мам, ну что ж ты ее донимаешь? Не твое дело. Нет, мое. Мы поженимся. Да, ты что? Не, скорее всего, кто-то умрет. Ну что ты мелешь? Не, я не мелю. Правда, мам? Ты ж меня знаешь. Ты посмотри на нее. До чего ты ее довел? Она ко мне жуть переедет. А ты живи своей жизнью, как знаешь. Она тоже будет жить, как я знаю. Правда, мам? Правда? Лена, ну чего ты молчишь? У нас будет ребенок. Ты понял? О, вот это же совсем плохо. Мерзавец. Ну ничего. Дело такое. Андрей, пожалуйста, господи. Володе не надо было с ним так жестко. Я боялась за Володю, за себя, за будущего ребенка. А потом мы еще встретили маму этого Коли Фундикова. Она нам рассказала, что он взорвался на гранате. И я вдруг вспомнила, что... Ты зачем фотографию испортил? Кого это ты вырезал? Колю Фундикова. Помнишь такого? Помню. А чего вдруг? А когда ты его видел? Недавно. Видел и все. Так, это все ваши страхи. И вообще, у вас нет никаких доказательств о том, что смерти вашего сына виновата. А я не следователь, чтобы искать доказательства. От меня он ничего не скрывал. Я встретила маму Коли Фундикова. А он погиб. Ты знаешь об этом? Угу. А я ведь помню, как ты его из фотографии вырезал. И гранату рисовал. Мам, да не думай об этом. Шутник был. Душа компании. Все его любили. И что? Мам. А ты правда рожать собираешься? Зачем? Ты меня любишь? Конечно, люблю. Конечно, люблю. Только тебя одному и люблю. Ты просто выпиваешь и пойдем. Пойдем. Тебе надо прилечь. Ты выспишься и все будет хорошо. Ложись, давай. Ложись, мой хороший. Только тебя люблю. Ленина мне все рассказала. Я пришел домой, он спал пьяный. Я его и задушил на кровати. Анастез. Я его иited на земле. Я ехал. Вы что думаете? Мы тут ничего не понимаем? Я думаю, вы были вместе. Нет, вы пришли, когда он был мертв. И подвесили его мертвым. Ну сколько можно, сколько можно это говорить? Это я его убил. Это я его убил. Ленина, вы свободны. Можно попрощаться? Можно. Я тебя буду ждать. Поехали, хорошо? Я люблю людей. Ну все, все, все. Все, все, пойдем. Вы не представляете, сколько бы он горе еще принес? А вы, гражданин Боголюбов, возомнили себя судьей или, может быть, самим законом? На нем печать из детства, печать прошлого. То, что сделали вы, тоже прошлое. Да, это тот случай, когда воральный закон входит в противоречие. Ленину судили? Нет. Все вину на себя взяла Боголюбов. Ему дали восемь лет. Совсем этим тяжело жить. Ленина умерла при родах. А ребенок? Девочка выжила. Боголюбов вышел в середине шестидесятых, но свою дочь он так никогда и не видел. Почему? Тайна усыновления. Девочку забрали к себе приемные родители, так что на ней уже не лежала печать прошлого ее семьи. Редактор субтитров А.Семкин